Бесплатные вебинары для руководителей. Эксперты по построению бизнеса расскажут. Новые сценарии онлайн-продаж. Современные возможности интернет-маркетинга. Как продавать в соцсетях и мессенджерах. Как контролировать сотрудников на удаленке. И как организовать онлайн-офис. Делайте бизнес прибыльным для себя и надежным для своего клиента. Друзья, день добрый. Приветствую вас. Это вебинар компании 1SBITREX. Мы действительно делаем регулярные вебинары. И рассказываем про коммуникацию внутри компании. Про коммуникацию компании со своими клиентами. Выстраиваем процессы внутри. Выстраиваем продажи. Сегодня один из таких вебинаров. Мы будем говорить про то, каким образом мы видим клиентов, сомневающихся клиентов. Кто они такие. Что с ними по сути делать. Мы будем разбираться с точки зрения логической. Как выстроить у себя этот процесс внутри компании. Или как относиться к таким клиентам. Как их увидеть. И с точки зрения технической. Мы во второй части сегодняшнего вебинара. Посмотрим, каким образом CRM BITREX24 может помочь справиться с вот такой вроде бы непростой задачей. Простой или непростой. Посмотрим сегодня с вами. Немножко организационных моментов, друзья. Мы сегодня с вами полтора часа проведем ближайшие вместе. Примерно пополам будет разделено это время. В первую часть мы поговорим, кто такие клиенты, как к ним относиться и что можно придумать, чтобы сделать эту работу лучше. Во второй части будем смотреть на BITREX24 и на то, каким образом CRM здесь может помочь. Если у вас есть вопросы, у нас есть совершенно чудесный чат. Там была перекличка регионов. Я смотрю, мы по всей России сегодня вещаем. Поэтому, друзья, привет. Кто-то проснулся недавно, кто-то уже давно на ногах. Мы постараемся дать такой плотный контент, чтобы всем было интересно. Если у вас есть вопрос по BITREX24 или вопрос к спикеру, который сегодня будет вещать, смело в этот чат можете этот вопрос адресовать. С нами сегодня два партнера-эксперта по BITREX24, которые в чате отвечают. Компания «Антере» и группа компании «Пятая среда». Соответственно, можете вопрос про BITREX сразу же бросать. Коллеги будут на него отвечать. Если вопрос очень сложный и потребует длинного ответа, то потом коллеги вернут их вам после вебинара через некоторое время, через день, два, три, четыре, пять, и ответят на него детально. Еще один маленький момент, который нужно сейчас озвучить, про запись сегодняшнего вебинара. Она будет, ведется. В записи, конечно, вопросов не позадавать, но через какое-то время, как она сконвертируется, мы ее выложим. Итак, приступим. Мы сегодня вдвоем на вебинаре. Я хочу с большой радостью представить эксперта по продажам Михаил Москотин. Вот прямо перед вами. Михаил, привет. Привет, Михаил. Маленькое интро про Михаила. Во-первых, Михаил очень классный тренер по продажам. За что ему признательны и благодарны его клиенты. А экспертное сообщество говорит, что он берет номинации по, например, soft skills, лучший тренер по soft skills. Прям классная история, супер достижение. Это первый момент. Что мне еще очень нравится, Михаил с огромным опытом продаж всегда держит руку на пульсе. Мы не первый раз общаемся, созваниваемся, и мы всегда можем поговорить о том, что сейчас прямо происходит. Изменились ли настроения клиентов в связи с какими-то переменами внешними? А перемен внешних у нас сейчас достаточно. И, по сути, как нам на это реагировать. Поэтому Михаил очень в курсе событий по продажам. В разных отраслях есть такая обратная связь. И последний момент, который скажу сейчас, Михаил, про вас, это то, что, Михаил, вот и стойка горды людей в продажах, которым нравится продавать. Это не каждый день война им, правда. А это такая работа и удовольствие. Поэтому сегодня позитивно поговорим о том, кто такие клиенты сомневающиеся. И, наверное, давайте с этого вопроса и начнем. Вот сомневающиеся клиенты – это кто? Почему они такие? Да, друзья, добрый день. Михаил, спасибо за то, что меня представил. Я действительно тренер. Сейчас 43 года. И я 30 лет занимаюсь продажами. Я недавно это Михаил осознал. И очень так забавно. Думаю, да ладно, ну неужели? А это правда? Потому что в 13 лет была первая работа, первые клиенты, первые диалоги. И я именно про то, вот как вживую, либо по телефону разговаривать, продавать. Да, сейчас есть мессенджеры, можно через соцсети продавать. Это тоже технология. Но я больше про психологию, потому что и там, и там, и там, и в живом разговоре, и в телефонном, и в письме идет психология. Мы об этом поговорим. Окей. Я действительно люблю продавать. И я правда искренне считаю, что это очень сильно помогает продавцам. То есть когда я люблю свою работу, в этот момент я целостный. Отвечая на вопрос, кто такие сомневающиеся клиенты, откуда они берутся? По шагам. Первое. Сомневающийся значит нецелостный. Что значит нецелостный? То есть он думает что-то о нашем продукте, но возможно нам этого не говорит. Он говорит, я пока сомневаюсь. То есть у него есть какой-то внутренний разговор. Как очень часто у молодых продавцов есть внутренний разговор, а вообще продавать это хорошо или плохо? А вообще у меня продукт достойный, недостойный? А вообще я могу в этот кабинет зайти или вот по этому телефону позвонить? Я кто? А вот там такой большой дяденька, а я маленький мальчик. И вот это вот сомнение. Сомнение. Теперь кто такие сомневающиеся клиенты, Михаил? Это мы с вами. Каждый человек, вот в Москве 18 миллионов, на планете Земля 8 миллиардов, в России 150 миллионов. Мы все сомневаемся. То есть, ребят, вот я предлагаю каждому из нас, коллеги, партнеры, все те, кто нас сегодня смотрят онлайн или может быть в записи, просто признать, сомнения это нормально. Мы часто, я много консультирую компании, провожу тренинги, слушаю телефонные звонки или разбираю переговоры, или просто на тренинге в диалоге со студентами. Я вижу проблему, что продавец крепит, прикрепляет, приклеивает на клиента ярлык, он сомневающийся, он странный. Все. И после этого я как бы ответственность за отсутствие продажи, за провальную сделку перекладываю на другого клиента. И в этом первая проблема. И я предлагаю простую точку зрения. Мы сегодня работаем без слайдов, мне нравится такой формат, мы с Михаилом договорились, что мы просто разговариваем. Да? Да. Просто разговариваем. Я делюсь тем, во что я верю, да, я написал какие-то тезисы. Первое. Сомневающийся клиент – это каждый клиент, мы все сомневаемся, это нормально. Это не то, что с ним что-то не так, он просто живой человек. Теперь, если кто-то из вас, коллеги, начнет изучать тему нейромаркетинга, я дам простую версию, самую упрощенную, что такое нейромаркетинг. Смотрите, друзья, у нас в голове есть нейроны, нейронные связи. Нейроны и нейронные связи. Так вот, есть зона боли и есть зона удовольствия. Теперь, что такое зона удовольствия? Это когда мысли об обладании вашим продуктом, вашей услугой, вашим товаром, они доминируют в моей голове. Мне от этого, блин, классно. Михаил предлагает классную систему, Битрикс решит вот такие вопросы, вот такую боль снимет. Все, то есть зона удовольствия моя повышается. А есть зона боли. А вот зона боли – это как раз деньги, друзья. Деньги – это зона боли. Это правда, Миш, потому что мы живем в современном мире. Мы с вами уже не охотимся, не воюем по деревьям, за фруктами не ползаем. Мы живем в современном мире. И за наше выживание отвечают деньги. И поэтому деньги в голове – это зона боли. Так вот, что такое сомневающийся клиент? Это когда зона боли и зона удовольствия, они в равных позициях. То есть они не побеждают ни одна, ни другая. И я думаю, ага, а стоит оно этих денег или не стоит? А стоит оно этих денег? Все, мы просто люди. И каждый из нас… Михаил, бывает, что сомнения бывают? Постоянно. Ну, конечно. И у меня. При выборе автомобиля, при выборе цветов жене, при выборе продуктов в магазине, при выборе новых рубашек – это нормально. Поэтому первое – мы люди. Да, мы люди. Второе – есть 9 этапов продаж. 9 этапов продаж в моей логике. Да, у разных тренеров по-разному. У кого-то 5 этапов, у кого-то 7, у кого-то 8. У меня 9. Я о них, обо всех коротко скажу. Первый этап – это личная эффективность. Что такое личная эффективность? Это моя подготовка к встрече. И очень часто продавцы плохо готовятся к встрече. Михаил, ну вот я это встречаю, это моя боль как клиент. К сожалению, да. К сожалению, да. И мне звонит клиентка, говорит, Михаил, там, консультацию заказала, все индивидуально. Давай сыграем в игру. Я продавец, ты клиент, я тебе звоню. Я говорю, ну опиши меня, кто я. Она говорит, да какая разница? Я говорю, подожди, ну что значит, какая разница? Я владелец бизнеса, я бухгалтер, я айтишник, с кем ты разговариваешь? Давай, да как, буду импровизировать. Я говорю, ну хорошо, давай импровизировать. И мы, наверное, минуты 3 с ней разговаривали, и потом этот ужас закончился. Я говорю, вот это что было? Ну вот что это было? Я говорю, я не буду любить. Импровизация. Я говорю, а зачем? А потом перекладываем ответственность на клиента и говорим, он сомневающийся, он думает. Да это не он сомневающийся. Он сомневается, потому что он не готов доверить деньги дилетанту. Поэтому первый этап продаж – это личная эффективность. Личная эффективность. Это знание продукта, знание истории компании. Какие-то простые базовые вещи, которые иногда, к сожалению, в нашей стране продавцы не знают. Вера в продукт, отношение к продукту. Элементарно. Ну, у каждого, наверное, такое бывало. Я когда 3 дня назад заказывал новый стул, новый стул для работы. И, окей, Google, стулья, доставка, нашел, выбрал картинку, мне понравилось, звоню. Здравствуйте, здравствуйте, стульчик можно заказать? Да. Вот. И я стал задавать вопросы молодому человеку. И он мне говорит, там на сайте все написано. Я говорю, ну подождите, я не нашел. Он говорит, ну посмотрите лучше. Я говорю, хорошо, я посмотрю и вам перезвоню. И положил трубку. Михаил, как вы думаете, я перезвонил ему? Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. Ну, потому что, причем, ну, блин, у меня реально вопрос. Я не увидел. Потому что, к сожалению, я сейчас скажу, может быть, неприятную для кого-то вещь. Там, не знаю, кто у нас в эфире, кто какие. Я видел, там, Челябинск есть, страхование, что-то еще. Но вы знаете, у огромного количества компаний в нашей стране, у огромного. Я бы сказал, у большинства. Сайты делали программисты для директора. Я еще раз повторю. Сайты делали программисты для директора. Чтобы просто закрыть. ПТЗ сделано, сделано. Вопросы есть, вопросов нет. Все. В этот момент они не думали о клиенте. А это тоже личная эффективность, это подготовка, это отношение. Потому что, ну, не знаю, Михаил, у вас бывает, не бывает. Но у меня часто бывает, я захожу на какой-то сайт, мне нужно что-то купить. А я, ну, понимаю, что это пытка. Бывало такое? Вчера пытался оформить заказ и на этапе оплаты сломался. И сайт, и я. Да? Ну, потому что вот это есть. И говорит, вот, а он сомневается, клиент. Да это не клиент сомневается, это ты не подготовился к встрече с этим клиентом. Не подготовил материал, не подготовил продукт, не подготовил упаковку. Блин, ну, вот это базовые вещи, ну, на них сливаются миллион продаж. Это первое. Второй этап – установление контакта. Когда мы вот с клиентом, неважно, по телефону, в мессенджере или живьем. Я, конечно, больше люблю живьем общаться, либо хотя бы вот в зуме, в скайпе, чтобы видеть там эмоции человека. Я вижу, Михаил кивает, я понимаю, что да, он меня слушает, тут какие-то сигналы подает. Установление контакта. Почему часто клиенты сомневаются? Да потому что мы контакт не установили. Мы доверие не создали. Вы знаете, я, Михаил, и сам такие переговоры часто провожу. И у меня бывали, я был там партнером на каких-то переговорах. Когда пришли подготовленные, установили контакт, выявили потребность, презентовали, и сомнений или возражений не было совсем. Ноль. Ноль. Все. Почему? Ну, потому что все сделали. Вот, вы знаете, я искренне считаю, это там тема другого вебинара, но к продажам имеет отношение, что жизнь – это очень понятная и логичная система алгоритмов. Бизнес – это система, семья – это система. Здоровье – это… Если понять, как она работает, то все будет окей. И вот в продажах то же самое. Надо просто понимать, как устроен мозг человека. Если вы со мной не создали доверие, ну, конечно, я сомневаюсь, потому что я вас вижу первый раз или слышу первый раз. Почему я должен сказать «да»? Люди – тревожные существа. Мы 200 лет назад еще воевали, убивали, охотились, и чужой человек – это всегда была опасность. И уже вроде никакой угрозы нет, но подсознание это все равно сигналы подает. Новый человек. Вы знаете, что… Новый человек, который хочет твои деньги. Опасность. Да, конечно, конечно, опасность. А деньги отвечают за мою боль. Это выживание моей семьи, выживание меня. Здравствуйте, с чего я это? Есть такой мультик «Маугли», и там есть такая фраза «Мы с тобой одной крови, ты и я, Маугли». Так вот, задача продавца – создать вот это вот «Мы с тобой одной крови». Мы одинаковые, Михаил. Вот, да? Два Михаила, они же уже адекватные люди, правильно? Они уже… Ну, что же Михаил? Это же самое прекрасное имя на земле. Да, Витя? Согласен. Конечно, конечно. Создавать, искать точки соприкосновения, делать комплименты, задавать вопросы, интересоваться человеком. Ну, все. И там есть много инструментов. Я о них рассказываю на тренингах, но сейчас у нас другой формат. Это второй этап. Третий этап продаж – это выявление потребностей. И почему сомневаются клиенты? Потому что, Михаил, вот я это вижу в своих тренингах, я это вижу, когда слушаю телефонные звонки отделов продаж. Продавцы продают то, что хотят продать. А важно продавать то, что нужно клиенту. Я понятно по-русски говорю? Да. Ну, то есть, чья-то боль – это чей-то бизнес. Моя любимая фраза, я говорю во всех марафонах, вебинарах, тренингах – боль ищите клиентскую. Задавайте вопросы и ищите клиентскую боль. Простой пример. Например, я покупал два года назад жене новую машину. Я хотел кожаный салон, потому что у меня внутренний разговор, что кожаный салон – это классно. И вот мне обсчитывают машину и предлагают два варианта. Там с люком, без люка, с кожей, без кожи. Я смотрю, что кожаный салон стоит, ну, как самолет. Я говорю, да ну как? И в этот момент зона боли включилась. И менеджер, прекрасный парень, Иван, просто отличный продавец. Я прямо ему спасибо сказал, его руководство потом мы сказал. Ребят, у вас просто берегите этого парня, он умеет продавать, он делает крутые вещи. И он говорит, Михаил, вы знаете, я с радостью уберу кожаный салон. Ну, вот мне просто вот чисто для себя интересно. А что для вас кожаный салон? Вот когда вы садитесь в кожаный салон, что вы ощущаете? Я думаю, ах, я же понимаю, что он делает. Он меня не уговаривает, он мне задает вопросы, он выявляет мою боль. Я говорю, вы знаете, Иван, я когда сажусь в кожаный салон, я чувствую, что, ну, это классная машина. Мне нравится запах кожи, мне нравится тактильные ощущения, я кинестетик. Мне визуально нравится. Он говорит, а белая кожа какие эмоции вызывает? Я говорю, ну, белая кожа, это просто, да, это непрактично, но я вообще не про это, я про эмоции. Он говорит, а представьте на секунду, я вот вам продам вот эту машину, она действительно в хорошей комплектации, жена будет довольна. Но что вы будете чувствовать, когда будете садиться в серый тряпичный салон? Просто мне интересно ваше ощущение. Я говорю, что ты делаешь? Он говорит, ну, просто мне интересно, давайте поисследуем. А я понимаю, что он делает. Я сам обучаю этому других людей. Я говорю, Вань, вы очень классно продаете, давайте оставляем кожаный салон. Все. Понимаете? Он не уговаривал меня, он не презентовал меня. Красиво. Он задавал мне вопросы, правильные, грамотные, эффективные вопросы. Я всем продавцам рекомендую прекрасную книгу «Спин продажи». Коллеги, вот те, кто в чате, кто нас смотрит. Да, 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 спин, конечно, вот, Татьяна, наш человек, ура. Почитайте, правда, кто не читал, ну, прекрасная книга. Поэтому выявляйте потребность, ищите боль. Это третье. Четвертое. Почему появляются сомнения? Это презентация. И презентация, часто, еще раз говорю, она, во-первых, не бьется с болью, потому что мы не выявили. И часто проблема в чем? Две вижу проблемы, откуда появляются сомневающиеся клиенты. Первое. Продавец, менеджер, как угодно, давайте будем себя называть, не знает свой продукт. Это, правда, реальность нашего мира. Если в вашей компании продавцы сдают экзамен, имеют определенные стандарты, их тестируют на знание продукта. Ребят, вы в крутой компании работаете. Правда, я рад за вас, потому что таких компаний единицы. В большинстве люди плохо знают продукт или не знают. Это первая проблема. А вторая проблема, если они знают продукт, они продают продукт. А надо продавать решение проблемы. Ну, знаете, простой пример. Я бытовой, дурацкий, но будет понятно всем. Я пришел в магазин, и мне нужен набор сверла по бетону. Мне нужно там бетонную стену просверлить. Я говорю, ребят, есть бетонные сверла? И начинаю там выбирать какие-то подороже, подешевле, они что-то рассказывают. Теперь вопрос. Мне реально, Миш, нужно вот кусок железа, загнутый винтом? Мне вот эта железка нужна? Нет, это все как в книжке про дырки. Да, это базовые вещи. Мне нужна дырка. Но если пойти дальше, мне и дырка не нужна. Мне нужно, чтобы там картина на стене оказалась. Но если еще, Миш, глубже копнуть, да ни в картине дело, мне нужно, чтобы от меня отстала жена, которая неделю меня опилила и говорила, Миш, а что у нас картина в углу лежит? Ты обещал, что ты ее и дальше, ну, понимаете. И вот то же самое с покупкой CRM-системы, с покупкой образовательной программы, с покупкой автомобиля. Презентовать надо конечную выгоду, конечное решение вопроса, конечное решение боли. И это вроде бы очевидно, да, и во всех книжках об этом написано. Но когда я слушаю продавцов, я иногда слушаю их и думаю, а вот с кем вы сейчас разговаривали? Я говорю, в чем разница между этими двумя телевизорами? Один там стоит 42, а второй там 64. Он говорит, ну, здесь там бипер с двумя тюнерами, здесь VGA, HDMI. И начинает на каком-то птичьем идиотском языке мне что-то объяснять. Я не разбираюсь вообще в телевизорах. Мне нужно просто показать, какие мои боли он закрывает. И зачем мне надо доплатить 24 тысячи? Я не разбираюсь, Михаил, в системе. Я не разбираюсь в тренингах. Я не разбираюсь в автомобилях. Покажите мне на понятном русском языке. Я, например, вчера делал презентацию для клиента и дал ее посмотреть жене. Жена не в теме этого бизнеса. Она не в теме тренингов. Она домохозяйка, мать троих детей. Ну, когда-то была там владельцем агентства недвижимости. Она риелтор профессиональный. Но она не в теме. Зачем я это дал? Чтобы она поняла или не поняла. Я говорю, Кать, вот посмотри, тебе понятно, что я предлагаю? Она смотрит, говорит, да, понятно. Я говорю, скажи, что я предлагаю. Она говорит. Я говорю, нет, Кать, я не то предлагаю. И я пошел переделать презентацию. Потому что я не показал выгоды. Знаете, я всегда считаю, что если 10-летний ребенок, ваш сын или ваша дочь поймет, что вы продаете, вы продадите любому. А если вы говорите на птичьем иностранном языке, HDMI, VGA, трансгенный анализ, не знаю, любую ахинею, которую вы несете. А вот какая-то ссылка, это что такое? Это случайно? Это нет, видимо, не случайно. Ответ на вопрос, что за книжку про продажу читать. Дальше правильный автор, Нил Рекхем, спин продажи, самая популярная, самая понятная книжка. Очень крутая. Но знаете, Михаил, меня огорчает и радует, что каждый раз в зале тренинга, во-первых, 80 человек в зале тренинга, я говорю, кто читал спин продажи? И 3-4 руки из 80 поднимают. Это плохая новость, что люди не знают эту прекрасную книгу. Но хорошая новость, что я могу им сказать, ребят, купите, скачайте, прочитайте. Ну класс, люди могут меняться. Окей, презентация, это проговорили. Следующий этап – работа с возражениями. Работа с возражениями. И здесь тоже проблема, потому что большое количество продавцов, Михаил, не умеют грамотно обрабатывать возражения. Ну, приведу пример. Они начинают, например, с клиентом спорить. Я провожу тренинг для сети фитнес-клубов российских. Приезжаю раньше, за час приехал, и управляющий говорит, Михаил, можно вас попросить воспользоваться вами как тренером? Я говорю, да, пожалуйста, раз я здесь. Он говорит, у нас новый мальчик, он сегодня вечером экзамен сдает. Он говорит, пусть он вам экскурсию по клубу проведет, как будто вы клиент, и это вот такой гостевой визит. Я говорю, да, конечно. Мы с ним идем, давайте назовем его Тимофей. Тимофей, идем с этим парнем. И он мне говорит, вот здесь, Михаил, у нас зал бокса. Причем грамотно говорит, речь такая приятная. Я говорю, отлично. Я говорю, только вы знаете, Тимофей, я и бокс, это вещи, вот ну, я интеллектуал, мне пару раз прилетит в голову, вдруг что-то там сбулькает, а оно мне надо, я руками ничего делать не умею, но так с юмором рассказываю. Он говорит, не-не-не, вы не правы, Михаил, бокс это безопасно. Хорошо, я не прав, идем дальше. Он говорит, вот здесь зал анти-гравити-йога. Я говорю, а, это такие зеленые тряпки, и в них тетки болтаются в этих зеленых тряпках. Михаил, нельзя так говорить, это не зеленые тряпки, это гамаки. И, ну, некорректно теток называть, это тетками, это вообще девушки. Я говорю, да, блин, я жену теткой называю, я с любовью это делаю. Я говорю, вы поймите, я не представляю себя вот в костюмчике червячка, знаете, в обтяжку, и в этой тряпке болтаюсь, я 100 килограмм. Говорит, не-не-не, вы знаете, вы не правы, там, мужчины любят анти-гравити-йогу. И, Михаил, мы пока по клубу ходили, наверное, минут 10-12 занял вот этот показ, он пять раз со мной умудрился поспорить. Я, тренер, с колоссальным терпением в конце уже начал закипать. Думаю, да ты заколебал уже даже меня. То есть нормальный клиент уйдет после второго раза. И мы с ним закончили этот промо-обзор. И подходит управляющая, говорит, Михаил, можно там обратную связь? Я говорю, Тимофей, можно там при Ирине? Он говорит, да, конечно. Я говорю, Тимофей, ты клуб знаешь. Ты достаточно неплохо говоришь. Ты убедительный. Мне понравилось, как ты уверенно себя достаточно вел. Ну, дорогой, ты за 10 минут пять раз со мной умудрился поспорить. Он говорит, не-не-не, вы меня просто не поняли. Я говорю, блин, 6, 6, ну, чувак, ну, камон. А это же внутренние привычки. Мы даже этого не осознаем. Мы не осознаем. Мы как роботы, мы привыкли спорить. И вот спор, он убивает продажи. Он убивает продажи. И он создает сомнения и потеря клиента. Поэтому вот работая с возражениями, у меня есть важный принцип. Тотальное да. Я говорю, ребят, клиент всегда прав. Это базовая вещь, но только люди ее знают, но так не живут. Тотальное да. На любую фразу клиента я говорю, да, вы правы. Действительно есть такое мнение. Вы знаете, хорошо, что вы об этом сказали, потому что я сам хотел об этом поговорить. Да, вы знаете, огромное количество мужчин именно так думают. Более того, я сам так раньше считал, что бокс это опасен. Ну, серьезно, прилетит в голову, ну, шутка ли. И я соглашаюсь. Смотрите, друзья, у нас есть эго. У нас есть эго. И главный принцип продаж – не бесить это эго, а гладить это эго. Потому что когда вы бесите эго, клиент говорит, ну, я подумаю, спасибо, хорошо. То есть у него сомнения появляются. А эго должно расслабляться. Помните, зона удовольствия и зона боли. Кстати, когда спорят, это тоже зона боли. Это еще добавляет. Вот. Ну, дальше идет, Михаил, классика – это работа с ценой. Здесь тоже важно уметь озвучить цену, но сперва поднять ценность. Помните, да, зона удовольствия, зона боли. Когда ценность выше, чем цена, легче принять решение. Да, как с кожаным салоном. Вот. Дальше идет тест на сделку. Да, я проверяю клиента, готов, не готов. Это тоже интересная техника. Я взял там много лет назад у одного своего коллеги. Я это делал, но я не осознавал, что это отдельный этап продаж. Знаете, Михаил, в чем проблема? У нас в стране есть несколько запретных тем. У нас люди стесняются говорить про секс. И люди стесняются говорить про деньги. И вот ситуация с Артемом Дзюбой – это яркий пример того, что у нас табу на секс. Это его личная жизнь. Чувак что хочет, то делает. Камон, ребят, он классный футболист. Он крутой парень, блин. Ну, хакеры украли. Ну, блин, это проблема защиты данных. А после того, как на этого парня напали, я считаю, что дали зеленый свет хакерам. Они сейчас понимают, ага, значит, можно воровать. Да, и шантажировать людей. Ну, это другая тема. И второе – это тема денег. Люди стесняются про деньги говорить. Так вот, в продажах очень важно говорить про деньги. Иногда клиент сомневается, и мы его отпускаем. А ему надо просто задать вопрос. Ну что, Михаил, начинаем работать? Ну что, Михаил, подписываем договор? Ну что, Михаил, с какого числа отправляем к вам специалистов? Да, делаем аналитику. Ну что, вы мне отправляете вот это, я вам вот это. Да, все, документы согласуем. Отлично проработали все вопросы. У меня вопросов нет, у вас нет по рукам? То есть, человека нужно просто подтолкнуть. Вот знаете, такой тест на сделку, тест на сделку. Если он говорит, нет, нет, я сомневаюсь, ну, значит, опять на шаг назад, и опять все этапы проходим. Утепляем отношения, задаем вопросы, выявляем потребности, презентуем, допрезентовываем работу с отражением. Ну и, конечно, закрытие сделки, твердое, решительное, и работа после сделки, это там девятый этап. Ну, это вот для меня что-то является классикой продаж. Вот, как-то так я бы ответил на этот вопрос, Михаил. Хорошо. Тут был вопрос в комментариях про эмоциональный маркетинг, вернее, эмпатичный. Эмпатичный маркетинг – это ваше, спрашивают коллеги. А что человек под этим подразумевает? Просто расшифруйте термин, тогда я скажу мое, не мое. Вот что под этим человеком? Потому что даже разные термины люди понимают по-разному. Если более подробно опишите, я могу там сказать да или нет. Да, мы тогда подождем, если появится комментарий, я его озвучу. Да, да, да. Пока пойдем по вопросам. Есть ли ощущение, что сейчас сомневающихся людей в связи с коронакризисом, будем вместе называть все эти два процесса, стало больше? Что сомневаются больше, прижимают деньги больше, сделки сложнее идут? Михаил, ну, конечно, да. Я это могу сказать по себе, как просто по клиенту. Я более, наверное, расчетливым стал. Я слово подбираю, просто примеряю на себя в ощущениях. Я более взвешенно принимаю какие-то решения. Потому что любая неопределенность в будущем, да, она подталкивает человека. Помните, да, деньги это зона боли. Да. То есть, если я живу в разговоре, что у меня план на ближайшие пять лет прописан, и мне понятно, как я двигаюсь, да, и я иду, то одна стратегия, я с большей легкостью трачу деньги. Другое дело, я понимаю, ага, моя стратегия может натолкнуться на вторую волну. Или моя стратегия может натолкнуться на то, что Москву опять закроют, да. Окей, в этот момент я становлюсь осторожным. Плюс, вы знаете, мое личное открытие очень интересное. Я понимаю, что, например, ритейл, там, одежда, обувь, они, на мой взгляд, пострадали очень сильно. Там, туризм, рестораны, вот, ритейл. Мы когда в Москве просидели, там, два месяца на самоизоляции, первые два месяца, я дома работал онлайн, да. Я, там, у меня несколько рубашек для онлайна, в которых мне не жарко дома, там, или тенниски. И, там, открою секрет, я сейчас сижу в шортах. У меня все это ни для кого не секрет, это просто удобно, да. Я в шортах, вы все равно не видите, я в удобных спортивных шортах, вот, которые я люблю. И я, знаете, я в какой-то момент зашел в гардеробную и жене говорю, Кать, сколько у меня барахла. А там висят костюмы, брюки, отдельно пиджаки, куча рубашек. Я уже молчу про стопки джинс и коробки с обувью. Я понимаю, что я все это, то есть, я этим не пользуюсь. У меня, то есть, это тоже переоценка произошла некая. Продать пиджак теперь космически сложно, я согласен. Конечно, конечно, Михаил, конечно. И туфли продать, и пиджаки, и костюмер космический, потому что я, да, их море. То есть, когда ты, я в рутине в какой-то жил, там что-то делал, ну, ой, надо рубашечку свежую прикупить, надо это сделать, надо, ну, как-то в автоматизме. А тут, а, остановился на паузу. Поэтому это нормально, это нормально. Теперь, что такое, то есть, я бы вот в этот момент предложил разобрать слово кризис. Да, то есть, многие люди его используют в разных контекстах. Для меня слово кризис значит следующее. Это когда ситуация вокруг изменилась, а я не изменился. То есть, ситуация вокруг изменилась, а я нет. Что это значит? Я понимаю, что люди стали больше сомневаться. Я это понимаю, я отдаю себе отчет. Но я, Михаил, продаю так же, как продавал до этого. Ничего по-другому не делаете. Да, тогда у меня кризис. Вот тогда у меня падает конверсия, у меня падают продажи, у меня падает выручка и, как следствие, прибыль. И если в мирное время эти изменения не так критичны, то в кризис они существенны и нужно существенно изменяться. Конечно, конечно, конечно. У меня есть один из примеров, когда я в июне месяце, находясь на самоизоляции в Краснодаре, я не вытерпел московской самоизоляции, собрал семью, сел в машину и ехал в Краснодар. Там, по крайней мере, тепло и фруктов много, ел на самоизоляцию клубнику килограммами. Вот, и черешню, простите. Вот, и я сел и думаю, как я могу поддержать своих клиентов. Я раньше этого не делал, а сейчас я понимаю, что им это ценно. Я просто сидел там каждый день, делал по несколько звонков клиентам. Я просто, Михаил, с ними разговаривал. Я ничего не продавал. Я просто с ними разговаривал. Кого-то поддерживал какой-то рекомендацией, кого-то там шуткой, с кем-то просто поболтали. Кому-то надо было просто выговориться. Да, я тратил время. Я раньше, у меня консультация стоит 50 тысяч, извините, до свидания. Мое время стоит денег, дорого, нет. Не могу себе... Нет, я здесь понял, ситуация изменилась. Я хочу быть полезным людям. И вот звоню одному клиенту, клиентке, она HRD родной российской компании. И я звоню, знаете, в таком разговоре, мы же любим додумывать за людей. Я думаю, наверное, у них прямо тяжело. Это гипермаркеты, у них там магазины, 200 магазинов, там 4 тысячи сотрудников. Наверное, вообще вот просто ужас ужасный. Звоню, я говорю, ну как вы? Она говорит, классно. Я говорю, так, подожди, стой, я себя ущипну еще раз. Ну как вы? Она говорит, классно. Я говорю, в смысле? Она говорит, Миш, как только закрыли все торговые центры, как только там Собянин и там остальные ребята все это сделали, закрыли. Наш, говорит, SEO собрал всю команду и говорит, ребят, у нас есть офигенная возможность. Вы даже не представляете, но у нас есть возможность получить еще большую долю рынка, удержать своих клиентов. И сейчас люди будут там в компании закрываться в магазины, мы можем пару магазинов купить. Мы, говорит, вот так сидим, на него смотрим и говорим, а как? Как? Он говорит, подождите, если бы я знал, как, я бы вас не собирал. Давайте думать. Ну я точно знаю, что это возможно. То есть смотрите, ребят, кто-то в этот момент сидит ужас-ужас, а кто-то говорит, так, подождите, стоп, походу это возможность. Что они, Миш, сделали? Они сделали несколько вещей. Первое, конечно, они быстро ушли в онлайн. То есть они запилили крутую онлайн свою площадку, она у них была там в сыром виде, они ее там просто сутками, он говорит, мы жили на работе, потому что надо было срочно это все делать. Второе, они стали тотально обучать весь свой персонал. То есть раз все дома на самоизоляции, все на телефонах работаем, там звоним, что-то делаем, обучать. Они собрали там со всей России 200 магазинов, всю базу знаний, на одной своей платформе объединили ее. В общем, там команда тренеров внутренних, 4000 сотрудников на минутку. Ну и третье, они заключили договоры со всеми вот этими доставками, кто только может там на велосипедах, самокатах, самолетах, паровозах возить к подъезду, к квартире, к дому человека. Я говорю, и что? Вот когда все закончится, сколько магазинов вы не откроете? Она говорит, ноль, мы откроем все магазины. Я говорю, сколько людей вы сократили или сократите? Она говорит, ноль. Мы всех, ну, понятно, что там, кого планировали уволить, мы их и так уволили. Она говорит, у нас по некоторым позициям продажи лучше, чем год назад в этот же период. Люди дома занимаются, понятно, чем? Конечно, конечно. Потреблением продуктов, да. Потреблением, да, потреблением. Поэтому, что такое продажи? Это умение перестроить систему. А многие люди, вот они как продавали, простите, в 90-х, так и пытаются сегодня. Я прямо смотрю, я понимаю, что этот мамонт скоро умрет, этот вот тоже скоро нас покинет, потому что, ну, вот, поэтому вот мое отношение к этому такое. В чатике несколько вопросов в чатике про такое условное согласие. Когда мы подтолкнули клиента к согласию, сказали, начинаем работать? И он нам ответил, да, начинаем. И там есть два вопроса, я их объединю. Первый вариант, что менеджер был просто красавец, а потом клиент опомнился, чары сошли, и он стал думать. И второй вариант, клиент совсем согласился и пропал. Вот что это и как с этим быть? Я на тренинге разбираю эту ситуацию. То есть, смотрите, я бы разделил психологически клиентов на три типажа. То есть, есть типаж блаймер, достаточно агрессивный, знает, что хочет, не любит отвечать на вопросы, сам много задает вопросов. Там, если он к вам в офис приехал, он начинает вещи кругом раскладывать, он садится вальяжно, он просит кофе принести. Ну, то есть, вот такая позиция сверху. Есть вторая позиция, плакатор. Это вот как раз позиция снизу. Сомневается, не уверен, все время надо подумать, посоветоваться. И вот здесь как раз, когда клиент сказал да, а потом не берет трубку и сливается, это значит, что вы работали с плакатором. Потому что блаймер, если передумал, он возьмет трубку и скажет, вы знаете, Михаил, я передумал. И с ним можно продолжать работать, потому что, ну, он же разговаривает, да, или там отвечает в мессенджере. И, как написали, магия спала, да, можно снова магию эту создать. Это нормально, да. Покупка, она эмоциональная идет в 100% случаев, а потом человек логически себе объясняет, как это, почему я это сделал, почему правильно кожаный салон, почему правильно такую комплектацию битрикс, почему правильно вот это. Вот, поэтому с блаймером легче, его можно докрутить. С плакатором сложнее, потому что он, правда, это как маленький ребенок, который сделал так. На-на-на-на-на, я маму не слушаю. Ну, вот эта вот позиция ребенка. И когда я, Михаил, веду переговоры, и я понимаю, что передо мной плакатор, плакатор, я не просто с ним заключаю какую-то понятийную сделку. я с ним в этот же момент пытаюсь, ну, какие-то якоря создать. Ну, не знаю, предоплату, потому что если он там внес предоплату, или что-то там, подписать какое-то соглашение. Ну, в общем, сделать что-то, чтобы ему сложнее было отказаться. Какое-то действие. Конечно, конечно. Потому что он за слова свои, как ребенок, не отвечает. Да? Я сказал, я передумал. Это позиция плакатора. Вот. И поэтому вот я чувствую, его всегда можно почувствовать в плакаторе, всегда можно понять по поведению. Есть третья модель – компьютер. То есть мы с вами два компьютера. Вы мне написали, Михаил, у нас тогда там вебинар. Готовы поучаствовать? Я как компьютер говорю, да, сейчас посмотрю расписание. Говорю, у меня на эти даты занято. Вы мне потом отписывайтесь, у нас перенос даты. Я говорю, да, окей. Все, мы два компьютера, мы работаем в конструктиве. Мне не надо на вас давить, вам не надо на меня давить. Мне не надо перед вами лебезить, вам не надо передо мной лебезить. Мы на равных, мы партнеры. И это, конечно, идеальная сделка, когда встретился продавец компьютер и покупатель компьютера. Просто договорились, по рукам ударили. И даже если у меня что-то меняется, я всегда могу сказать, Михаил, вы знаете, у меня ситуация, я тут не учел, мы можем передоговориться. Я не буду там прятаться, не брать трубку, не выходить в эфир. О, блин, у нас эфир, а Михаил трубку не берет. Это позиция плакатора. Сейчас бизнесу нужно посмотреть, каждому на себя примерить, какое действие можно в конце встречи, диалога, не знаю, может быть, это письмо с обещанием, с подтверждением намерений. Может быть, предоплата это круто прямо сразу, но если вдруг получается, то здорово. То есть, какое-то действие с этого плакатора нужно взять. Конечно, конечно, чтобы поставить некий якорь, чтобы ему сложнее было передумать. А он, знаете, он сомневающийся внутри, более... Мы все сомневаемся, но он вот как качель, как у ребенка. Хорошее настроение плохое, слезы, смех, вот поэтому вот как-то так. Но это при условии, что это ЛПР, что это человек, с которым нужно разговаривать. Это не тот, кто потом передает куда-то дальше. Конечно, конечно, конечно. Это вообще отдельная тема, там отдельный блок в тренинге, разговор с ЛПРом, потому что часто, почему появляются ложные возражения, там, я подумаю, я вам перезвоню. Потому что люди хотят выглядеть круче, чем они есть на самом деле. Люди хотят производить хорошее впечатление на всех. Мы существа социальные. Если кто-то говорит, мне все равно, кто обо мне что думает, он врет. Он врет. Человек, которому все равно, что о нем думает, он либо живет в лесу с белками, бобрами и лисами, либо в сумасшедшем доме. Здоровым людям всегда, то есть мы все равно оцениваем, мы в социуме живем, мы так прошиты. Вот. И почему люди врут? Потому что они хотят показаться ЛПРом, типа, я принимаю решение. Но это уже другая тема, это работа с возражениями, мы это там на марафоне, на тренинге разбираем. Вот. Про марафон тоже несколько вопросов. Будет ли ссылка на вашу школу, на ваши тренинги? Мы пообещаем, что в пост рассылке мы поделимся материалами сегодняшними, записью видео, и как раз дадим ссылку на марафон Михаила, скоро он будет. Правильно я понимаю? Да. 17-го я себе записал, потому что много дат всяких. 17 ноября стартует марафон, он идет 21 день, там 90 файлов с теорией, там весь мой 30-летний опыт, там 45 упражнений и куча мотивации и разборов. Там плюс вебинар, плюс разбор ситуаций. Ну, это вот у меня, как сказал один мой студент недавно, он говорит, ты понимаешь, что ты дал материалы на год работы. Я говорю, мне не жалко, я хочу, чтобы люди в этой стране много продавали, много зарабатывали, от этого экономика только вырастет. Поэтому, да, 17-го welcome. Если кому-то интересно, Михаил, я буквально коротко, сейчас рулит Инстаграм, вот я, я человек Инстаграм. Зайдите ко мне в Инстаграм, Moskotin, там лицо такое же, только я в бабочке. И там есть все ссылки, там все есть. Поэтому будем дружить, приходите в социальные сети, буду рад познакомиться. Хорошо. Еще пару вопросов успеем. Алексей пишет, что мы не рассказали, что делать с блеймерами. О, класс. Алексей, спасибо. Что сделать с блеймерами или с блаймерами, как угодно их можно называть. Первое. Быть самому компьютером и не поддаваться на агрессию и манипуляции. То есть, в чем проблема работы с блеймером, да? То есть, вот блеймер, он всегда сверху. Я компьютер, плакатор снизу, да? Я обычно на тренинге это рисую, но здесь просто вот покажу руками. Блаймеру надо давить, давить. И что происходит? Либо продавец сваливается в плакаторы, а продавец тоже может быть плакатором, и тогда блеймер отожмет лучшие цены, условия, которые компания дать не может. В общем, как котенка, как ребенка. И потом этот менеджер зареванный приходит, говорит, ну вы же, Михаил, говорили, надо план выполнять. Вот он на меня надавил, вы на меня надавили. И таких менеджеров много. Менеджер-плакатор. Что бывает еще часто? Человек из позиции компьютера выскакивает в позицию блаймера. И вот это еще, это конфликт. Вот это конфликт. То есть, начинаются обиды, разговор на повышенных, а это не вербалика. Блаймер это чувствует, а это его игра, он в нее играет. Когда на меня как-то кричал клиент, я абсолютно спокойно говорю там, Сергей, вы просто скажите, чего вы хотите. Вы там такие сяки. Я говорю, я понимаю, мы ошиблись, признаем. Давайте просто продолжим нашу встречу и все. Я здесь сам решаю, что мы будем делать. Я говорю, хорошо, решайте. Так что вы решили? И я ему просто задаю вопрос. Я в конструктиве, я с улыбкой. Я не падаю вниз, не поднимаюсь вверх. Я говорю, вы просто скажите, чего хотите. Он говорит, да поорать я на вас хочу. Я говорю, окей, орите. Блин, да на вас хер поорешь, Михаил. Я говорю, тогда не орите. И все, мы все свели на юмор, и он с позиции Блаймера опустился ко мне в позицию компьютера. То есть не играть по правилам Блаймера, самое главное. Конечно, конечно, коллеги, не играть, не вовлекаться, не падать на колени, не умолять о пощаде и не начинать воевать. Потому что я всегда говорю, ребят, продаваться, кто круче, у кого больше айфона, продавать. И меня в продажах и обзывали различными словами, и посылали куда-то. Но у меня вообще с этим нет проблем. Потому что я пришел продавать. Это часть моей профессии. Это, как знаете, часть профессии стоматолога, их не любят. Их боятся. Но это же не значит, что надо всем стоматологам впадать в депрессию и говорить, вот пока нас любить не будут, мы не будем зубы лечить. Ну это же ерунда. Поэтому вот так я бы коротко прокомментировал. Вот тогда хочется вот таким вопросом закончить. Все-таки внутренняя установка продавца с вашей точки зрения, она какая? Мне нужно продать? Мне нужно помочь? Или что-то другое? Классный вопрос, Михаил. Моя цель всегда, когда я иду на переговоры или звоню, или пишу, у меня цель заключить сделку. Что значит заключить сделку? В конце все равно о чем-то договориться. То есть я не справочная служба, я не раздаю информацию. Очень часто продавцы, как справочная служба, я слушаю телефонные переговоры, я говорю, подождите, алло, а вот вы сейчас, цель-то какая была в общении с клиентом? Рассказать ему информацию. Я говорю, ну тогда называйте себя справочной. Справочное бюро компании Coca-Cola, справочное бюро компании Bittrex. Вы не отдел продаж, вы даете информацию, справочное бюро. Поэтому первая сделка. А если говорить про как бы ценностные истории, то я иду в разговоре и в тренингах этому учу и в марафоне, я иду дать людям радость и пользу. Вот две ключевых вещи. Радость и пользу. Что значит пользу? Мой продукт, Михаил, приносит колоссальную пользу. Когда в компании продаж увеличиваются в два раза, я понимаю, что это польза колоссальная. Они там инвестировали 500 тысяч в тренинг, а заработали там 52 миллиона условно. Я понимаю, что польза. И при этом радость. Что значит радость? Я считаю, что продукт должен давать удовольствие. Любой, любая услуга. И общение с клиентом, общение с менеджем это тоже удовольствие. Поэтому я вот за то, чтобы радость и пользу. Просто часто в России продавцы мучаются сами и мучают своих клиентов. Потому что они не знают продукт, не любят продукт, не любят компанию, не верят в продукт, не любят клиентов. Блин, ребят, ну тогда идите в другую работу, ну делайте что-то другое. Библиотекарем, не знаю, кодьте какие-то программы, там меньше общения с людьми. Охранникам в поле, там вообще нет людей. Поэтому продажи для меня это вот радость и польза. Я бы так это прокомментировал. Там я вижу вопрос. Там много. Да. Прочитаем, Михаил? Давайте. Да. Я, вы, как читаем? Так, давайте вы. Там несколько вопросов, я не знаю, в которые вы смотрите. Я вижу вопрос от Олега. Вопрос-вопрос. Если я по натуре Блаймер, работаю один, продаю дорого, очень продуманные, проработанные внедрения, могу ли я оставаться на переговорах Блаймером и все равно придется падать до компьютера, чтобы продать? Олег, мне сложно так сказать, потому что мы с вами не знакомы. Бывает ли работает модель продаж Блаймер? Конечно, работает. Я это называю бизнес-спецназ. Бизнес-спецназ. Их девиз сдохни, но продай. Работает ли это? Работает. Но работает с определенным типом клиентов? Раз. И два. Для меня это краткосрочная история. Для меня всегда Блаймер это в короткую. Потому что в трезвом уме и твердой памяти долго с Блаймером никто не хочет иметь отношения. Например, моя модель бизнеса это строить с людьми партнерство на всю жизнь, в долгую. У меня есть клиенты, которым я 20 лет назад продавал кроссовки, будучи управляющим магазина, а сейчас я обучаю их персонал. То есть дружба и партнерство в 20 лет. Потому что я компьютер и они компьютеры. Поэтому я бы вот так это прокомментировал. При этом не надо падать. И это просто вопрос стратегии и цели, и выбора. И еще комментарий, Олег. Я по натуре Блаймер. Вы по натуре не Блаймер. Нет людей, которые родились Блаймерами. У вас есть натренированная модель быть Блаймером. Натренированная. У кого-то есть натренированная модель быть плакатором с детства. Модель плакатора как формируется. Сережа, домой. Мама, а я замерз или проголодался. Сережа, ты устал. Это модель плакатора. Ему с детства говорили, что носить, что кушать, что делать, как говорить и как себя вести. И он вот в этой позиции детской застыл. Поэтому, Олег, вы точно не Блаймер по натуре, но вы просто в этом натренировались. Если вы поставите цель больше зарабатывать и увидите, что в позиции компьютера денег гораздо больше, вы можете перетренироваться. То есть люди перетренируются создавания новых нейронных связей. Вот я бы так прокомментировал. Вот еще один комментарий к комментарию, как это обычно бывает у ведущих. Выбор позиций или выбор модели, он же может быть осознанным. То есть есть неосознанный, когда человек привык и не контролирует себя. То есть он Блаймер, он давит, например. Вы как продавцы осознанно выбираете модель. Можете быть Блаймером, можете быть компьютером, можете быть блокатором. Просто посмотрите, какая модель действительно для вас лучше работает. Вряд ли блокатора, можно сразу сказать, но компьютер или Блаймер можно посмотреть и в разных ситуациях с разными людьми просто переключаться. В осознанном выборе. Вопросов много, мы на них не успеваем ответить. Это с одной стороны не очень здорово, потому что хотелось бы, а с другой стороны классно, потому что значит тема хорошая. И вопросы есть. Класс, но мы же, Михаил, можем продолжить наши вебинары, и если вы меня снова пригласите, я с радостью это сделаю. И мы с радостью. Да, нам осталось только теперь договориться, когда и как. Если, друзья, у нас пока даты конкретные нет, когда мы с Михаилом вновь в эфире появимся, пока можно будет посмотреть у Михаила в Инстаграме информацию про марафон. Мы в рассылке, которая придет чуть-чуть там попозже, через пару дней вместе с записью, расскажем, покажем, и правильную ссылку дадим. А вы пока копите вопросы. Да. У меня также есть, Миш, YouTube-канал, там 40 роликов залито, много про продажи и про управление продажами, поэтому, если кому-то интересно, это просто бесплатно открыто доступный YouTube, прекрасная, чудесная вещь. Михаил пишет, вы крутой, я присоединяюсь. Спасибо, коллеги, спасибо, коллеги, рад быть полезным. Да, Михаил, счастливо, спасибо большое. Все, ребят, хорошего вебинара, рад был быть полезным, увидимся. Угу. Мы с вами продолжаем. Я во второй части обещал порассказывать про CRM-систему, и я видел комментарии в процессе в чатике про то, что сейчас мы разговариваем про там смысловые вещи, как быть, как выбирать позицию, например, или как считывать клиента, который сомневается, что с ним делать. А есть действительно алгоритмы CRM-системы, и мы про них сейчас поговорим, чем система может помогать. У меня собрана такая презентация, в которой есть девять рекомендаций. Я буду говорить тезис и буду говорить инструмент. Каким инструментом можно построить или помочь менеджерам сделать первое, второе, третье, ребятки. И так называется в презентациях сомневающиеся клиенты. Мы поговорили, что это такое, и вот теперь рекомендации. Во-первых, с сомневающимися клиентами, да по сути и со всеми, мы тут поняли, что в разных ситуациях мы все сомневаемся, мы должны следовать четкому алгоритму. По четким алгоритмам что я имею в виду? Очень часто менеджер по продажам, приходя в компанию, приходит в ну, в такую горячую горячую пору, можно сказать. Его бросают на образуры. Говорят ему, смотри, вот продукт, почитай про него, он красивый, хороший, нам нравится, а теперь иди и продавай. Клиентов найдешь, ну, где-нибудь, там, в интернете, поищи, посмотри, или вот тебе, например, база. А как с ними работать, детально не говорят. У каждого человека есть разный опыт, и этот опыт не всегда идеально подходит для конкретной модели бизнеса и конкретного продукта. И, возможно, человек предполагает, что там сложная экспертная продажа можно совершать с холодного звонка. И он будет звонить в холодную кому-то и пытаться закрыть эту сделку на первом звонке, что, по сути, сделать практически невозможно. Он этого не знает, вы его не научили, и получается, что он делает совершенно бесполезные действия. Он сам быстро выгорит и пользы компании не принесет. Поэтому, когда я говорю следуете четкому алгоритму, я прежде всего имею в виду воронку, если мы говорим про B2B и какой-то более-менее длинный цикл сделки, не мгновенные, спонтанные покупки, которые больше для B2C характерны, мы говорим, что, пожалуйста, вы как руководитель, руководитель отдела продаж или руководитель компании, выстроите воронку. Вот они, определенной стадии, вы их уже знаете, уже понимаете, как клиенты проходят через эту воронку, вы, скорее всего, сами попробовали продавать. Вы видите, выбирали обратную связь и выстроили вот такую воронку. Воронка должна быть у всех одинаковая. Не бывает такого, что один менеджер классный работает вот так, а все остальные работают по-другому. Про классного менеджера сегодня поговорим, у которого лучше всего получается. Через пару слайдов у меня будет про него такой вопрос, вопрос-комментарий. Значит, первое, сделки, стадии сделок, они выбираются достаточно просто, если мы говорим про CRM-систему, вот вы их набираете, если вдруг вы на старте промахнулись, вы потом это можете скорректировать. Но каждый человек идет по сценарию, который заложен вами. Это первое и важное. Второй момент – это история коммуникации. Когда мы говорим про сомневающихся клиентов, мы говорим, что мы звоним им в первый, второй, третий, четвертый раз. Не должно быть так, что мы поговорили о чем-то с человеком и потом это забылось. Это эмоционально не очень приятное ощущение, некоторые к нему сразу нервно реагируют, если мы не помним, о чем мы с вами в прошлый раз разговаривали, тогда как нам продолжать диалог. Если вы менеджер, который общается с большим количеством клиентов, то держать все в голове совершенно бесполезно. Нужно посмотреть в карточку. И вот сейчас перед вами на слайде карточка CRM-системы из Bitrix24, где в хронологическом порядке написано, что мы делали с клиентом. Там мало того, что написано, что мы ему звонили или писали. Там есть и эта самая запись разговора, и почтовое сообщение, и что-то еще. Там есть еще ключевые комментарии. Вот я вас здесь призываю, когда вы поговорили с клиентом, ключевой комментарий про клиента фиксировать и писать, для того, чтобы запись разговора не переслушивать. Заново мы быстро открыли карточку, а там комментарием к звонку или просто комментарием написано. Обсудили с клиентом пункт А и Б, говорили про скидку, условия такие-то. Вот зафиксировали это. Это нужно для того, чтобы и вы вернулись в следующий раз, понимали контекст, и если вдруг вы там заболели, уехали в отпуск, клиент позвонил не вовремя, кто-то его обрабатывает, ваш коллега, и он тоже понимал, про что шла речь. Это про карточку клиента. Немножко про стадии сделки. Вот тут у меня написано, что стадии сделки, это понятно, но и тут еще такой синий текст про пользу проигрыша. Давайте я прокомментирую, что это такое. Когда вы выстраиваете воронку продаж, у вас есть начальная стадия, есть в середине какое-то количество этапов, иногда 2, иногда 8, иногда 12, очень по-разному бывает. И есть финал. Финал может быть успешным, все классно, мы заключились, и финал может быть неуспешным, мы сделку проиграли. И в большинстве сфер бизнеса мы говорим, что больше клиентов, с которыми мы сделку проиграли, чем те, с которыми мы выиграли. То есть конверсия у вас вряд ли выше 50%. Иногда это 1%, 2, 5, 10, 20, но вот редко больше 50. Космически редкие случаи. Это означает, что большую часть клиентов, с которыми мы поговорили, мы прямо сейчас денег не получим. Но что нам нужно с ними сделать дальше? Вот вы видите на слайде, такой набор красных, розовых и красных плашек, это финальные стадии, неуспешные. Их обязательно нужно разделять. Тут есть два момента, почему это нужно обязательно делать. Первый момент. Вы по этим плашкам дальше, по отрицательным статусам, будете понимать, как работать с клиентом в дальнейшем. Я думаю, что все согласны, что сделка с клиентом, она не единственная, и это потенциальный клиент, который прямо сейчас не купил, но может купить в дальнейшем. Поэтому, если вы говорите, вот наша сделка закончилась проигрышем, потому что клиент перенес проект, например, или клиент отказался от реализации данного проекта, например, на какое-то время, год или какое-то еще продолжительное время, мы понимаем, что к этому клиенту можно вернуться. Он товар, услугу не купил ни у кого, ни у нас, ни у конкурентов, и поэтому мы с ним можем продолжить такую коммуникацию. Если сделка закрыта с отрицательным статусом, купили у конкурентов, то вы понимаете, что, например, это проект, который длится год, и в конце года, в течение года приходить примерно бесполезно, а вот через год можно прийти и сказать, давайте вновь поговорим, как вам предыдущий конкурент, все ли хорошо получилось, как дальше с обслуживанием, если обслуживание предполагается, и так далее. То есть вы делаете такие статусы, которые прямо показывают вам, как работать с клиентом в дальнейшем. И, конечно, вы понимаете аналитику. Если у вас большинство проигрышей, потому что выбрали конкурента, значит, либо конкурентное преимущество у вас не такое классное, как могло бы быть, можно поработать над этим, либо ваши менеджеры не работают с возражениями, и здесь прямо очень хорошо это видно, понятно, либо что-то еще неправильно, по этим стадиям. Ну и маленький лайфхак, когда вы руководитель отдела продаж и мониторите сделки, как работает ваш менеджер, насколько качественно, самый классный способ зайти вот в проигранные сделки, ты выбираешь какой-нибудь пункт, например, выбрали конкурента, и начинаешь слушать звонки. И там совершенно четко ты слышишь, как работают с возражениями. Чаще всего не работают. Михаил в первой части говорил, что когда менеджер начинает работать с возражениями, он уходит в спор, и это плохо. Но статистика говорит, что большая часть менеджеров, подавляющее большинство, вообще с возражениями не работают. Отваливаются после первого. Им говорят, нет, спасибо, и они соглашаются. Может быть, они читали книжки, что нужно соглашаться с клиентом, может быть, что-то еще, но они соглашаются, и все, на этом обрывается вся коммуникация, вся сделка, им даже не поспорить. Поэтому для РОПов вот такой лайфхак можно посмотреть сюда. Так, идем немножко дальше. Когда мы говорим, что мы хотим, чтобы менеджер шел по стадиям сделки и четко следовал этому алгоритму, мы понимаем, что в какой-то момент обязательно уточнить у клиента определенные данные. Например, нельзя сделать коммерческое предложение, если ты про компанию существенной информации не понимаешь. Размер компании, ее оборот, что-то, что критично для выставления коммерческого предложения. И поэтому эти данные должны быть заполнены в CRM. Либо мы говорим, что проиграть сделку, например, по категории «не наш клиент», вот мы говорим, «не наш профиль клиента». Можно, если мы заполним сам профиль клиента, например, сферу деятельности. Есть сфера «наша» и «не наша», или обороты компании, количество, численность, много-много параметров есть. И мы говорим, мы в CRM настроим таким образом, чтобы на определенной стадии до коммерческого предложения или до закрытия сделки в CRM должна присутствовать эта информация. Мы можем перейти на стадию выставления коммерческого предложения, только если у нас заполнено поле «размер» компании. И вот такие обязательные свойства, обязательные поля можно на протяжении всей воронки выставлять. Очень полезный инструмент в автомате дает вам возможность заполнить поля, ну или как вам возможность, дает вам возможность попросить менеджеров автоматически, как компьютер-компьютера, заполнить эти поля, иначе они дальше не двигаются. Тоже прошу обратить внимание, если вы работаете с 534 на это, если не работаете, то вот когда будет не держать в голове, пожалуйста, посмотрите, очень хороший способ выстроить, ну, правильную работу, последовательную и заполнение верных полей. Рекомендация и совет номер 2 это следить за стандартами. Здесь внутри лежит и большая часть аналитики вообще понимать, что происходит с вашим отделом продаж, как они работают, ну и несколько таких очень простых рекомендаций и механизмов. Во-первых, не терять никаких коммуникаций. Сейчас количество инструментов или количество каналов, по которым вы взаимодействуете с вашими клиентами, оно растет. Раньше мы звонили по телефону, работали в почте, но иногда к нам приходили люди в офлайн, если у нас такой формат был. Сейчас нам пишут в социальных сетях, пишут в мессенджерах напрямую, это мобильные телефоны, это городские телефоны, заполняют формы на сайте, много-много всяких каналов, которые мы должны агрегировать у себя. И очень частая ситуация, если вы проходили через это, можно прям плюсиком меня поддержать, что когда вы, например, ставите IP-телефонию, оказывается, что до 30% звонков вы просто пропускали, ну, потому что люди звонили вам не вовремя, когда вас на работе нет. И когда вы, да, проходите через это, то же самое касается не только телефонии, это касается и почты. Вдруг вы обнаружили, что последние два месяца почта попадала в спам, или заявка с сайта почему-то к вам не приходила. И это выясняется только, если какой-то прецедент случился, там разгневанный клиент звонит и говорит, ребята, я три раза заполнил форму, это безобразие, вы вообще со мной не разговариваете. Но большинство клиентов же так не делают, вы просто теряете эти заявки. Поэтому в CRM должно стекаться со всех каналов все обращения. Вот вы принимаете их здесь и понимаете, вы ответили на них или нет. Тоже, к несчастью, нередкая ситуация, когда у менеджера в почте много заявок, а ему некогда их разбирать, он говорит, слушайте, там, ну, все не то, какой-то мусор пришел, я не буду на это смотреть. Поэтому все коммуникации внутри CRM-системы, если говорить про BITREX 24, у нас есть инструмент, который называется контакт-центр, там подключается огромное количество разных-разных каналов и современных, и классических, к которым мы обычно привыкли. Их можно мониторить и смотреть. Мы теперь даже пришли, поскольку мы тут все в удаленном формате, к тому, что есть виртуальные встречи. Если раньше мы приходили на встречу, у нас был даже инструмент внутри BITREX 24, можно было открыть ноутбук и записать встречу. Очень же важно не только звонок прослушать с менеджером и посмотреть, прав он или не прав, где он может улучшиться, но и на встречу точно так же проиграть. Внутри BITREX 24 появилась интеграция с Zoom, когда вы с клиентом назначаете Zoom и можете запись этого разговора точно так же положить внутрь CRM-системы и потом с ней что-то сделать. Посмотреть, послушать, вернуться к ней что-нибудь. То есть даже эту часть можно автоматизировать и потом контролю подвергнуть. Про CRM-аналитику я вот чуть-чуть скажу, наверное, партнеры, которые сегодня работают вместе с нами, повторю, компания Ante и компания Пятая Среда, потом, когда будут общаться с вами, детально я раскрою, какую аналитику и статистику можно вытащить из BITREX 24. Здесь просто можно, ну, этот слайд для того, чтобы сказать, мониторите, пожалуйста, разные показатели, насколько активен ваш менеджер, что он делает. Давайте я, наверное, даже сейчас покажу вам маленькое видео про телефонную аналитику, каким образом можно с ней работать, если вы внутри BITREX 24. Я чуть-чуть покомментирую и покажу вам немножко видео. Вот, соответственно, это раздел с телефонной аналитикой, когда вы можете либо сравнить разные периоды, у нас упал телефонный трафик или нет, либо посмотреть на динамику пропущенных звонков, что-то случилось, и мы не принимали звонки, либо выбрать активность наших менеджеров и посмотреть, где они активны. Они работают на входящих, на исходящих, с электронной почтой или в каком-то другом формате. Вот мы сейчас про телефонные звонки пойдем там в телефон, входящий, исходящий. Вообще мы можем посмотреть, насколько активен менеджер, насколько активно он там работает. В общем, CRM-аналитика – детальная история. Она и в красивых графиках, и в правильных цифрах. Пожалуйста, следите за тем, что можно измерять. Обещал вам слайд про менеджер, который успешный один-второго. И теперь хочу немножко обратной связи от вас. Друзья, можете ли вы мне написать там варианты в чат, почему один менеджер лучше другого? Ну, лучше мы имеем в виду не красивее, а эффективнее. Почему он продает больше? Ролик статистики на английском. У нас 18, по-моему, языков внутри Bittrex24. Локализации очень разные. Картинки у всех одинаковые, но если вы в зоне там EU или COM, у вас будет английский интерфейс. Если вы выбираете русский интерфейс, то, конечно, все на русском. Так, пошли варианты. Более умный. Вариант хороший. Так, потому что продает, а не сидит на рабочем месте. Так. Есть еще варианты, друзья, почему у одного менеджера получается продаж больше, чем у второго. более обученный, заносит все в CRM. Подготовлен, более мотивирован. Много-много разных вариантов, да? Я согласен со всеми, которые здесь есть. Они все всегда работают, но когда мы говорим вот два абстрактных менеджера, нам варианты накидать легко. Когда мы сравниваем своих конкретных менеджеров, я надеюсь, кстати, что вы сравниваете менеджеров друг с другом, эффективность работы, воронка продаж, которая у вас там в CRM-системе, она показывает эффективность не только общую, мы продаем с общей конверсией, там, 8%, но мы еще и видим эту воронку по менеджерам. Мы говорим, там, Марина продает с конверсией 9%, а Сергей с конверсией 6%. Поэтому вот мы можем сказать, что вот в этом месяце или вообще, там, если мы за период берем, Марина продает лучше Сергея. Вот он критерий, да? Почему один менеджер лучше другого? То есть не критерий почему, а критерий, что лучше. Теперь почему? Мы идем дальше и глубже. Мы можем послушать внутри CRM-системы, что же там такое происходит. Общается ли Марина лучше, чем Сергей? Ну, вот по смыслу. То есть лучше ли она формулирует, правильнее ли она делает презентацию, рассказывает, или она устанавливает контакт лучше, чем Сергей. Она эмпатична. Или, сегодня длинную историю не буду рассказывать, не часто бывает, что ЛПР, например, мужчины 40+, а им звонит девушка с красивым голосом. И у нее автоматически конверсия выше, чем у ее коллеги, молодого человека с тоже, пусть, бархатистым, красивым голосом. Ну, вот просто так сложилось. Мужчины лучше слушают ее. Такой фактор, на который сам менеджер, будучи он мужчиной, влиять особенно не может, но вот он такой есть. Мы это можем учитывать и каким-то образом корректироваться. Значит, мы можем посмотреть, послушать звонки, посмотреть на работу менеджеров, послушать звонки и увидеть, какие классные фишки есть у одного менеджера относительно другого. Если мы понимаем, что один менеджер продает существенно лучше, есть такие звезды в отделе продаж, да? У звезд продаж нужно подсматривать то, как они это делают. Есть вещи, которые можно повторить. Есть то, что нельзя повторить, он харизматичный, сыплет шутками. Нельзя всех заставить шутить в отделе продаж или получится ужас сплошной. Но если он алгоритмично делает что-то, например, сначала задает вот такой вопрос и после этого вопроса клиенты раскрываются. Этот вопрос мы совершенно спокойно берем в скрипт, отдаем всем и общий уровень отдела продаж повышаем за счет того, что мы посмотрели за звездой. Так, не будем останавливаться долго на этом слайде, много времени мы посвятили. Еще один маленький лайфхак, который внутри Bittrex24 есть, который тоже я очень рекомендую, это чаты внутри сделки. Когда вы, как руководитель отдела продаж, смотрите за сделкой, видите хронологию, послушали звонок, понимаете, что можно что-то порекомендовать этому человеку. Вы просто открываете чат, менеджер, который ведет клиента, открываете чат, пишите ему комментарий. Это остается в таймлайне, вот то, что справа по каждому клиенту у нас есть история взаимоотношений, и это остается в чате, где можно быстро что-то обсудить. В этот чат, ну, это первый кейс, то есть посоветовать, посмотреть что-нибудь. Второй кейс, когда вы привлекаете коллегу для консультации. Например, вам нужна консультация сейчас по юридическим моментам. Вы добавили юриста, у вас внутри есть в отделе Bittrex24, он тоже работает, и обсудили с ним какой-то момент. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья... Так, у меня появилась картинка, меня пустило обратно в эфир... Ох, отлично, отлично. Друзья, спасибо огромное. Я не знаю, с чем была сложность. Возможно, интернет, но у меня показывают прям космическую скорость. Третью космическую, да. Все у всех заработало. Очень рад, что вы с нами. И мы продолжим, да. Мы говорили про базу знаний и про обучение. Обучение – супер важная штука. Вы можете сформировать базу знаний, которая помогает вашим менеджерам работать. Она постоянно будет под руками, прямо в Битрикс24. Она работает и на обычном компьютере, и на мобильном телефоне. Можно ее посмотреть. И еще одна рекомендация – делать такие чаты поддержки, ну, товарищеские. Если у вас коллектив из трех-четырех менеджеров, можно сделать для них общий чат. И туда, при возникновении каких-то экстренных случаев, я не знаю, как решается этот вопрос, а коллега, может быть, знает. Могут сами менеджеры бросать вопрос, и, ребята, помогите. Им помогают. Это и сплачивает внутри коллектив, и здорово помогает адаптации новых менеджеров, и со сложными вопросами тоже хорошо можно работать. Так, чуть-чуть ускоряюсь. Тезис про обещания. Вроде бы очень понятный. Выполняйте свои обещания, но если вы вспомните, сколько раз вам звонили с предложениями каких-то услуг, вы переносили телефонный разговор, сколько раз эти ребята перезвонили вам вовремя, вот как обещали. К сожалению, статистика такая, что очень редко, при отсутствии CRM практически никогда, люди перезванивают. Если мы договорились, что я перезвоню вам через 3 часа или завтра в 15, или вышли вам коммерческие предложения в течение этого дня до завтра, то эти обещания очень часто нарушаются. Особенно с тревожными, с клиентами сомневающимися, нужно четко выполнять свои обещания. Мы внутри CRM, конечно же, помогаем этому. Можно запланировать себе на конкретное время дело. CRM подскажет, когда вам нужно позвонить или отправить коммерческое предложение. И мы еще используем такой эволюционный старый механизм, называется счетчики. Счетчики заставляют нас обратить внимание на сделку. Они загораются красным и говорят, смотрите, вот здесь нужно твое внимание. Ты приходишь в сделку и видишь, что да, действительно нужно перезвонить. И перезваниваешь. Или нужно, я обещал, выслать коммерческое. И высылаешь коммерческое. То есть дело, которое прямо сейчас заканчивается. Счетчики отлично работают. Можно, опять же, на себе вспомнить, когда вы открываете экран мобильного телефона, и там есть несколько иконок со счетчиками. Что вы первые делаете? Кликаете на эти иконки, да, и идете смотреть, что такое. Мы в CRM используем эти механизмы, они тоже здорово работают. Клиентам очень важно, когда вы не пропадаете, а всегда на связи. Даже если у вас что-то случается не так в процессе, вы взаимодействуете с клиентом, ну и косячите. Будем честны, делайте что-то неправильно. Клиент готов простить это, если вы не теряетесь, если вы на связи, и вы говорите, да, там, есть такая проблема. Сейчас мы будем решать. Потому что проектов там или серьезных вещей без проблем, ну, практически не бывает, шероховатости есть везде. И всегда клиент вдолгую оценивает, насколько вы нормально, адекватно реагируете на вот эти шероховатости. Поэтому будьте на связи. Еще раз покажу, что контакт-центр Bitrix24 подключает современные каналы, каналы классические, и постоянно, если клиент задает вам такой вопрос, нужно на него реагировать. Даже если менеджера нет на месте, коллеги его могут ответить. Еще один момент, если проект длинный. Значит, держите клиента в курсе. Вот мы сейчас разделим здесь на продажи такие B2B длинные и продажи более-менее быстрые, например, интернет-магазин. Сначала про продажи классические проектные. Внутри Bitrix24 есть такой инструмент, называется управление проектами и задачами. Ими пользуются обычно для внутренних нужд. То есть компания организует свою работу благодаря этим задачам, работает по ним. Но можно сделать так, чтобы в определенный проект вы пригласили на свой портал клиента. Это суперудобная штука. Клиент видит те же самые задачи. Вам не нужно ничего дублировать. Может каким-то образом в них участвовать. Например, вы даете ему роль наблюдателя или даже роль постановщика этой задачи. Он ставит такую задачу, ваши коллеги ее выполняют. Вы потом на основании этого в конце месяца выставляете счет. Очень удобная, классная штука. Рекомендую. Детально про задачи сегодня не успеем. Посмотрите, это один из самых популярных, востребованных инструментов внутри Bitrix24. Он с CRM очень хорошо связан. Разные методики работы по задачам есть. Если вы внутри работаете, можно ГАНТ осмотреть, можно список, можно по гибким методологиям по Аджайлу идти. Вот тут камбан прямо в сприншоте. И вы ставите задачку, в ней есть некоторые роли. Значит, теперь... Ах ты, я слайд отдельно не сделал, но голосом скажу. Теперь про интернет-магазины. Когда продажи достаточно быстрые. У нас внутри CRM-системы есть роботы, которые автоматически могут информировать. Что критично человеку? Что его заказ, который он сформировал на сайте, подтвержден и точно взят в работу. Ну, если это суперпопулярный сайт, все понятно. А если сайт, с которым он еще не знаком, то ему важно подтверждение. Вот как только вы оформили заказ, в почту или в смс или в чат прилетает сообщение. Мы взяли ваш заказ в работу, спасибо. Как только меняется статус заказа, мы его собрали, он ждет вас в пункте выдачи, и он к вам поехал. Вот такие сервисные сообщения очень важны. Просто держать клиента в курсе. То есть, если в первой части, в B2B, мы вовлекаем клиента в процесс, то в B2C, в быстрых продажах, мы просто держим в курсе, в какой стадии сейчас находится его, например, заказ. Очень большой блок по контролю. Я тоже по верхам немножко скажу, что есть внутри CRM-системы для контроля качества и разделю это тоже на две таких части. Во-первых, в коммуникационных инструментах, например, в чатах или в звонках, вы автоматически можете запросить у клиента контроль, поставить оценку, то есть прокомментировать или оценить разговор телефонный или разговор в чате с консультантом. И таким образом вы можете смотреть, кто из ваших менеджеров коммуницирует хорошо, кто плохо, от кого клиенты испытывают радость, а кто давит на болевые ощущения, и ничего хорошего в этом не получилось. То есть, пожалуйста, можно прямо запрограммировать. Это автоматика, она спрашивает самостоятельно и потом дает вам статистику. Второй момент, когда вы снимаете НПС, Net Promoter Sko, такая методика, если вы с ней не знакомы, можно погуглить. Это очень простая история. Вы наверняка в ней участвовали в качестве респондента, то есть вас опрашивали и задавали вопрос. Готовы ли вы рекомендовать нашу компанию своим знакомым? Там оценка по десятибалльной шкале, потом эта методика с определенным образом обсчитывается, делаются выводы. И вот эту методику НПС, то есть оценку качества работы, можно автоматически настраивать внутри Bitrix24, чтобы не забыть. Делает ее отдельный человек, ну или по крайней мере представляется, когда он звонит, он говорит, здравствуйте, я Михаил, я звоню вам из отдела контроля качества. То есть я не сосед того человека, который делал вам проект, например, или работал с вами в течение, я не с ним, то есть мне можно честно все рассказать. Я отдел контроля качества, моя задача узнать, все ли у вас хорошо. Отсюда, во-первых, вы узнаете, все ли хорошо на проекте, насколько доволен клиент, насколько он готов продолжать работу. Если он не доволен, чем конкретно, и потом это можно исправлять, конечно же, возвращаться к нему и говорить, ну, дальше уже может вернуться тот, кто с ним работал и сказать, здравствуйте, мне коллеги из контроля качества сказали, что у нас с вами вот это вот не получилось. Я бы хотел поправить, обсудить, прокомментировать, значит, или сделать что-то, чтобы этой истории больше не было. Ну и, конечно, вы понимаете, какое количество проектов в статистике. У вас там хорошее, плохое, насколько клиенты лояльны к вам. А если вы играете в долгую, то лояльность – очень важная история. Пункт девятый. Не отпускайте, восьмой, прошу прощения, не отпускайте клиентов. В большинстве бизнесов продажа не единственная. То есть даже спонтанная продажа может быть не единственной, а только первой или очередной в цикле. Иногда я слышу возражения, что для очень дорогих услуг, например, для недвижимости или для автомобилей – это разовая продажа. То есть нельзя сделать так, чтобы клиент оставался у нас. Но одна из самых популярных книжек, которые, по-моему, называются «Обнимите клиентов, если память не изменяет мне», как раз написана на базе автоцентра, дилерского центра. Когда центр говорит, наш клиент покупает у нас не один раз. Да, он делает это раз в три года или там в пять лет, или и того больше. Но он совершит в нашем салоне три-пять покупок. И общая стоимость его покупок, общая сумма его покупок будет вот такая. И в этом мы целимся. И для того, чтобы клиент вернулся к нам еще раз, нам нужно сделать некоторое количество действий. Понимать, конечно же, в процессе, насколько он доволен. Ну и обнять его разными способами. Какими способами? У каждого бизнеса разные методики. Почитайте книжку, я вам ее тоже рекомендую. Она подходит не только к автобизнесу, но вообще меняет систему мышления. Как мы относимся к своим клиентам, с которыми мы играем в долг, и которых мы хотим в следующий раз точно так же в свои партнеры, в свои клиенты. И, соответственно, вся система помогает настроить и стандартами это, и оценкой качества, и, конечно же, помогает с повторными регулярными продажами. Про это сейчас немножко поговорю. Небольшая статистика. Статистика западная, очень большой охват был, и спрашивали, почему вы уходите от ваших поставщиков к другим. И ответ был, что 64% компаний уходит не потому, что их цены не устраивают. Цены, по-моему, 12-15%. Такой диапазон. Мы их переманили, и им не очень комфортно. Но основная масса клиентов уходит потому, что недостаток внимания со стороны текущей компании у них есть. Либо их вовремя не погладили, либо вовремя не позвонили, либо коммуникация была не быстрой, но не личной. Вот не удалось построить такое взаимопонимание. Поэтому, конечно же, мы понимаем, что особенно в услугах, особенно в сложных услугах, мы с клиентами выстраиваем отношения, и отношения эти поддерживаем. И CRP-система может, ну, как минимум, напомнить вам, что раз в 3, в 5, в сколько-то месяцев это вы решаете уже самостоятельно, вам нужно позвонить клиенту и поговорить с ним. Спросить, как дела. Ну, это вот тот же самый звонок, про который в первой части рассказывал Михаил. Не всегда звонок – это продажа. Иногда звонок – это такой термометр. Мы позвонили и спросили, как у клиента дела, что вообще происходит в бизнесе. И после этого мы уже понимаем, что происходит, и в следующий раз можем сформулировать, ну, какое-то коммерческое. Что вот чем же я могу помочь, действительно, эти процессы я могу у вас улучшить. Вот этот показатель может быть другим, и я могу в этом помочь. Если чуть детальнее, то мы говорим, что базу, существующую наших клиентов, она вся остается у нас внутри CRM-системы. Мы, конечно же, сегментируем и работаем с ней в дальнейшем, используем. Нет сейчас цифры статистики, но на память, по-моему, 80% компаний не используют накопленный опыт и накопленную статистику по продажам и покупкам своих клиентов. Что это означает? Даже если вы собираете данные, вы их дальше никак не трансформируете, не работаете с ними. Можно выделить из своей аудитории группу людей, это называется сегментация. Когда вы по каким-то заданным признакам говорите, я хочу выбрать всех, кто находится в Петербурге и совершал у меня покупку в последние полгода. Вот что я хочу для них сделать. Рассказать про новую услугу, например, или пригласить на мероприятие, или просто поздравить с покупкой и сказать, смотрите, полгода вы пользуетесь нашей техникой, наверняка она вас радует, вот вам пачка рецептов, если это кухонная техника. То есть что-нибудь с ними сделать по взаимодействию. Можно это использовать в продажах. Мы говорим, что есть вот такой, давайте здесь скажу, а потом вернусь на предыдущий слайд, генератор продаж, когда вы говорите, давайте мы сейчас поработаем со своей базой клиентов. В особенности это круто заходило в период локдауна, пандемии, когда всех оставили по домам, и бизнес, который работал в основном в офлайне, понял, что они не собирали базу, и у них просто нет контактов для того, чтобы прийти к своим клиентам. Вроде бы клиентов много, продаж много, но у них нет контактов, чтобы прийти к клиентам и сказать, ребята, мы готовы сделать доставку. У нас теперь появилось, вот возьмите. Оказалось, что они такую базу собирали, ну фактически, вот покупки есть, а контактов нет. Поэтому мы всегда целимся в то, чтобы прицельно собирать базу. А вот теперь как прицельно собирать базу? В любом случае все контакты должны быть в CRM. Здесь не обсуждается. Вы должны сформулировать критерии, по которым вы будете сегментировать. Например, вам критичен город, или отрасль, или размер компании, или еще какой-то признак, который вы знаете, поможет вам выбрать сегмент аудитории. Вы его сразу же создаете и делаете так, чтобы он был заполнен. Менеджер его заполняли. Тут предостерегу, если вы будете фантазировать, у вас появится там 30-50 признаков, и захочется, чтобы все были заполнены. Нет, так не будет. Выберите ключевые. Остальные сделать не обязательными. Может быть, бонусами поддерживайте менеджеров, чтобы они заполнялись. Если признак можно забрать автоматом, например, синхронизироваться с внешней базой данных и забрать оттуда данные по обороту компании, например, делайте это автоматически. Максимальное действие, которое можно автоматизировать, пожалуйста, автоматизируйте. Значит, первое, создайте эти критерии для заполнения. Второе, настройте шаблоны, цепочки, пресеты, то, что мы говорим. Готовый сегмент аудитории. Что вы будете с ним делать? Прямо продумайте. Через полгода после продажи этого товара мы предложим следующий. Вот все эти кросс-продажи, апселлы, кросс-селлы вы должны держать у себя в голове с самого начала, для того, чтобы они были уже готовы. Если они сейчас отсутствуют, не готовы, не сформулированы, вы пишите их себе на листочке, в сервисе системы прямо запрограммируйте. Вам нужно продать обслуживание для этого станка через год или через месяц. Это делает чаще всего другой отдел, и вы ему передаете автоматом эту сделку и говорите, вот клиент, который купил станок, ему нужно продать обслуживание. Пожалуйста, иди и продай это. Не оставляйте на отпуск менеджера. Ну и последний момент. Определите целевой канал коммуникации. Понятно, что хочется все данные с клиента получить, чтобы я мог ему и позвонить, и письмо написать, и в мессенджер стукнуться, и домой ногами прийти. Но чаще всего вам оставляют какой-то один контакт. Определите целевой, где вы будете общаться. Вы в основном занимаетесь e-mail маркетингом, в основном занимаетесь смс-рассылками, или вы звоните по телефону, или у вас есть личные встречи, тут под вопросом уже такая вот история. С личными встречами, к сожалению. Про LTV немножко поговорил, да, это lifetime value. Вот, например, я рассказывал про автомобили, там, три покупки за всю жизнь совершает клиент. Вот столько денег он приносит. И в эту, конечно, цифру нужно целиться, что клиент к нам возвращается, и мы рассчитываем, что покупка не единственная, а несколько будет. Так, вот еще инструмент, который хорошо может вам помочь для кросс-сейла, например, для соседних продаж, да, продаж соседней услуги, соседнего товара. У нас есть тоннели продаж внутри CRM-системы, и эти тоннели продаж могут быть настроены не только на разные продукты, что правильно, да, мы продаем сначала станок, потом обслуживаем, и к нему это разные воронки. Но они точно так же могут настроены быть и на ведение проекта. То есть вот по стадиям ведется проект. Первое, второе, третье, четвертое. Эту же воронку вы видели на слайде, где мы говорили про оценку качества, про НПС. Вот очередная воронка. После закрытия сделки мы поднимаем эту воронку и спрашиваем, все ли хорошо. Пожалуйста, посмотрите, да, это работает и на повторные продажи, и на другие процессы внутри компании. Почему это нужно делать разными воронками? Потому что стадии воронки и вообще процессы продаж оборудования и сопутствующих там услуг к оборудованию, обслуживания или гарантийного, ремонта или продажи гарантий, они разные. Ну и последний момент, девять факторов я обещал. Приходим к девятому. Он, мне кажется, что самый объемный и один из самых емких по эффективности – это автоматизация. Если у вас получается минимизировать человеческий фактор, автоматически собирать данные компании или делать какие-то действия за менеджера, пожалуйста, посмотрите сюда и сделайте. Я вот сейчас подсвечу несколько моментов, но на самом деле их очень много, и как раз коллеги, которые после вебинара будут общаться с вами про CRM-систему, они смогут детальнее рассказать по сценариям, что в компаниях обычно делается, что приносит больший эффект. Я разделю на несколько блоков. У меня тут робот, мы говорим о автоматизации, это роботизация, когда какой-то алгоритм делает за тебя некоторое количество действий. Вот что это могут быть за действия? Мы условно разделяем их на две части – роботы и триггеры. Роботы – это алгоритмы, которые за менеджера или за руководителя отдела продаж что-то выполняют. Давайте пару примеров, чтобы было понятно. Например, вот сервисные сообщения, которые мы можем отправить клиенту, если сделка перешла на стадию «товар собран, готов к отгрузке», она может сама, без напоминания кому-то, отправить сообщение «товар собран». Здесь все вроде понятно. Эти роботы могут следить за скоростью обработки. В некоторых отраслях скорость обработки входящей заявки прямо критична. Я знаю, что в недвижке, например, заявка живет 15-20 минут. Мы на конференциях собирались с коллегами, общались, они говорят, вот если за 15 минут ты не перезвонил клиенту, то это значит, что он получил уже несколько звонков до тебя. Ты шестой, и там уже нечего ловить, бесполезно звонить. Поэтому скорость обработки критична. Иногда это 15 минут, иногда это 2 часа, иногда это 2 дня. У всех разная цифра, но тем не менее следить за ней нужно. Вот робот может автоматом следить. Пришла заявка, она не двигается по стадии никуда определенное количество времени. Робот это видит и какое-то действие может сделать. Написать менеджеру, написать руководителю, или даже забрать этот лид у менеджера и передать его другому, для того, чтобы тот обработал, потому что этот не успевает. Ну и роботы могут показывать рекламу. Вот будет у меня слайд, я конкретно про рекламу скажу еще. Что делают триггеры? Триггеры замерли в ожидании. Они ждут каких-то действий клиента. Тоже пример приведу для внимания. Мы сделали email-рассылку и ждем, что кто-то из этой email-рассылки с письма перейдет по ссылке на наш сайт. Как только это происходит, он перешел по ссылке на наш сайт, робот автоматически переводит сделку в следующую стадию. Теплый клиент среагировал. Это означает, что менеджеру вот этого клиента в первую очередь нужно обработать. И таких действий может быть много. Это и входящая оплата счета. Мы передвинули сразу стадию денег, пришли. И про прочтение письма. Мы отправили коммерческое предложение, его прочитали. Мы сразу же перезвонили. Кейсов достаточно много. Один из самых мощных инструментов – это генерация документов. Когда мы за менеджера делаем счет, коммерческие договоры, разные другие формы, что менеджер очень не любит возиться с документами, автоматика исключает ошибки. Там не останется название предыдущего клиента из предыдущего КП. Все будет четко. Мы подтянули реквизиты из карточки и отправили все это сразу же. Тут такое очень большое поле. Ну и вот слайд, посвященный рекламе. Я обещал прокомментировать отдельно. Когда мы можем нацеливать рекламные кампании, исходя из сегмента нашей воронки – роботом. Самые популярные кейсы. Если цикл сделки длинный, вы можете внутри этой сделки погреть вашего клиента. Вы ему позвонили, пообщались, но он вот такой сомневающийся. Он остался, замер и думает, ну, надо ли с ними работать, я про них не очень слышал. Бренд не очень известный, и у меня есть сомнения, справятся ребята или не справятся. И вдруг он начинает видеть рекламу в Инстаграме, в Фейсбуке, в ВКонтакте или еще где-то, о том, чтобы смотреть, какие классные проекты есть у команды, вот с такими громкими именами. И вы очередные касания совершаете с ним, грейте его в воронки. Делается это просто, клиент попадает к вам в воронку, вы добавляете его в нужный сегмент в рекламной аудитории и нацеливаете на него какую-то рекламную кампанию. Первая история – погреть. Вторая история – после того, как он купил у вас что-нибудь, вы можете ему что-то допродать, и тоже рекламными объявлениями. Кейсов много, все понятно не расскажу, но механизм кажется, что примерно понятен. Я сегодня говорил про Bitrix24. Вот было 9 пунктов, по которым можно пройти. Можно нафантазировать другое количество пунктов, но эти, на мой взгляд, самые полезные. Вообще, Bitrix24 – инструмент комплексный, и что он делает? Он работает в формате команды компании. Вот мы называем это офис. Когда есть внутренняя коммуникация, все инструменты для этой коммуникации у вас прямо под руками, и вы можете с ними работать. Второй блок – это задачи и проекты. Мы чуть-чуть касались этого момента, и мы видим, что с задачами и проектами работает сама команда. Иногда команда подключает внешнего клиента внутрь своей задачи для того, чтобы общую среду работы создать. Третий блок – CRM. Сегодня много про него говорили. Четвертый – контакт-центр. Это подключение разных каналов внешних. Тоже сегодня проговорили про это. И пятый, которого не касались совсем – это сайты и магазины. Даже на Bitrix24 можно делать сайт и магазин, совершать продажи в онлайне, прямо в чате, принимать оплату. Там все красиво и здорово, но тема совершенно другого вебинара. Друзья, мы из-за маленькой паузы чуть-чуть залезли на 3 минуты, но, кажется, мы успели. Я очень надеюсь, что вопросы, которые были про Bitrix24 внутри чата, не остались без ответа. Там есть ответы. Если вдруг у вас есть вопрос, на который вы сегодня ответ не получили, держите его, пожалуйста, в голове. В ближайшее время, в ближайшие несколько дней, коллеги, эксперты, которые сегодня отвечали внутри этого чата из компании «Анте» и из компании «Пятая среда», придут к вам в почту, телефон или куда-то и спросят, друзья, остались ли какие-то вопросы, нужно ли что-то прокомментировать, нужно ли поговорить про сценарий. Например, сценарий автоматизации. Чем вам помогут? Если вы сомневаетесь, если вы уже пользователь или просто думаете, стоит ли мне идти в CRM, поможет ли мне это работать с сомневающимися клиентами. Мне кажется, что мы однозначно ответили на вопрос, помогает ли CRM, прям по пункту, много-много всего. Но насколько это для вас применимо, решение, конечно, ваше. С коллегами вы пообщаетесь. Так, вот Наталья пишет прям, нуждаясь в CRM, с кем связаться. Мы свяжемся сами. Вообще, если мы спросили Михаила, на чьей стороне должна быть инициатива в общении с клиентами, я попробую ответить за двоих Михаилов, надеюсь, что я угадаю тезис. Когда мы общаемся с клиентом, инициатива всегда на нашей стороне. Это нам нужно, чтобы продажа совершилась. Нам больше нужно, как мы предполагаем. Поэтому мы никогда не отпускаем клиента и не говорим ему, что мы... Вы идите подумайте, если надумаете, перезвоните нам. Понятно, что после этого произойдет. Мы придем к вам, коллеги придут вернуться в телефон или в почту и расскажут подробнее, что можно делать и как процесс внедрения CRM в принципе происходит. Друзья, огромное спасибо. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что пережили непростое время пропадания интернета. Надеюсь, мы ответили на полезные вопросы, дали рекомендации. Самое главное, что после сегодняшнего вебинара нужно сделать, это даже если вам все понятно было, и мы говорили про вещи, которые вы уже слышали, что-то из этих вещей точно у вас внедрено. Зафиксировать, что не внедрено, и сделать это внутри своего бизнеса стать лучше. Спасибо, друзья. Удачи вам. Спасибо. 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 Спасибо.